По официальной информации Кремля, бесплатным проезд делают не только для инвалидов и участников войны, но также для сопровождающих. Льготы будут действовать на всех видах транспорта, которые соединяют соседние регионы, за исключением такси. Руководителям субъектов страны рекомендовано принять аналогичный документ, действующих в масштабах их региона. Кстати, в Алтайском крае сейчас проживает свыше трех тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Данная льгота позволит многим из них вновь прокатиться по знакомым местам былых сражений. Родительская плата за детский сад в Барнауле подросла на 10%. Теперь родители дошколят будут платить 1650 рублей вместо полутора тысяч. В городском комитете по образованию изменения родительской платы называют объективной необходимостью. В последний раз плата за детский сад повышалась почти четыре года назад, в мае 2011-го. С тех пор существенно подросла стоимость не только продуктов питания, но и коммунальных услуг. Большая часть родительской платы, как всегда, пойдет на питание детей. Кстати, по нормативу на эту статью расходов ежемесячно на каждого ребенка уходит 2500 рублей. Рассматривали разные варианты, но сошлись на том, что это будет увеличение на 10%. Примерно за прошлый год такова была инфляция. Поэтому на 10% и принято решение, а это 150 рублей. Генеральная репетиция перед поездкой сегодня в Педагогическом университете прошла предварительная защита научно-исследовательских работ школьников, которые в этом году поедут на международный конкурс «Старт науку». Он проходит уже 17-й раз. Алтайские школьники участвуют 15-й. Традиционно наша делегация состоит из 10 ребят, углубленно изучающих физику, математику и другие школьные дисциплины. На протяжении всего дня эксперты слушали их доклады, задавали вопросы. А в Москву восходящие звезды алтайской науки отправятся через три недели, 21 февраля. Практически всегда мы приезжаем с дипломами. То есть был даже случай, когда привозили кубок первой степени, научный кубок. То есть это все ребята 100% получали дипломы первой, второй, третьей степени. В прошлом году из 10 ребят, 9 человек привезли дипломы первой, второй, третьей степени. Ну и в этом году, надеюсь, мы также успешно выступим.